Кирпичи, цемент и груды строительного мусора. Такая картина стала привычной для многих медицинских учреждений республики. В них идет капитальный ремонт. На этот год уже есть перечень объектов, нуждающихся в модернизации. Вот и женская консультация юго-западного района столицы Чувашии меняет свой облик. Первых пациенток в этом здании начали принимать в 1990 году. За 28 лет ремонт здесь не проводился ни разу. За эти годы проводка обветшала, полы износились, стены облупились. Условия, в которых приходилось работать врачам, оставляли желать лучшего. В начале этого года здание наконец-то закрыли на ремонт. Из бюджета Чувашской республики было выделено порядка 10 миллионов рублей на капитальный ремонт двух этажей женской консультации. Заменено будет все, начиная от вентиляции, электро, теплоснабжения. Будут деланы все кабинеты в соответствии с нашими требованиями. Мы планируем окончание работ в мае. В принципе, компания, которая занимается работой в нашей женской консультации, она имеет достаточно большой опыт по ремонту медицинских учреждений. Я надеюсь, что в начале лета женская консультация распахнет двери. Сейчас все работы идут согласно графику. Отставаний нет. Мужчины тут все демонтаж сделали. Теперь мы штукатурим, шпаклюем и потом красить будем. Стены очень кривые. Выравниваем. По максимуму выравниваем и делаем. Здание, правда, старое очень. Никогда, видимо, не ремонтировалось. В течение трех недель, я думаю, что мы вот этот первый этаж, второй этаж, мы закончим малярком. После окончания капитального ремонта в здании женской консультации планируется возобновить работу дневного стационара. На втором этаже откроют кабинеты терапевта. Тут же прием будет проводить юрист, социальный работник. Появится комната психологической разгрузки и зал для занятий гимнастикой для беременных. На время ремонта всех женщин района принимают в поликлинике на энтузиастов 21. Кабинеты врачам выделены. Запись проводится точно так же по электронной регистратуре, через колл-центр. Пациенты не чувствуют себя ущемленными. Время приема беременных и гинекологических больных разделено. Пациентки с пониманием отнеслись к временным неудобствам, тем более, что прием ведется по прежнему графику. Мне здесь очень нравится, комфортно, что здесь есть и узкие специалисты, и можно сразу записаться в регистратуре через терапевта. Никуда далеко ходить не надо. Шаговая доступность здесь очень хорошая. И УЗИ, и исследования у нас, как сказать, ничем не ущемлены. Но уже через два с половиной месяца всех жительниц юго-западного района, а это почти 27 тысяч женщин, начнут принимать в обновленном здании консультации.